Друзья, всем большой привет! В одном из недавних роликов я уже рассказывал о том, почему англичане не стали совершать покушение на Гитлера в 44-м году. Ссылку на него вы найдете в конце данного видео. Обязательно посмотрите. Ну а сегодня я вам поведаю о человеке, который еще в 1939 году почти убил Гитлера. Почти, конечно, не считается, но давайте приступим. Нашего героя зовут Иоганн Эльзер. Он был обычным немецким рабочим. Его биография до покушения на Гитлера в принципе не представляет особого интереса. Он честно работал, трудился, симпатизировал коммунистам и был противником нацизма. По мере милитаризации Германии Эльзер все чаще стал задумываться о ликвидации фюрера. Он опасался, что Гитлер втянет Германию в новую кровопролитную войну. А после Мюнхенского соглашения и нападения на Польшу решение было принято окончательно. Оставался только один вопрос – как и где убить Гитлера? Он прикинул, в каких местах появление фюрера тут будет наиболее уязвим, и выбор пал на пивную Бюргер-Браукеллер, где Гитлер каждый год произносил речь в память о пивном путче. Эльзер не был дураком и прекрасно понимал о необходимости тщательнейшего планирования покушения, поскольку любая мелочь или деталь могли выдать его замысла. Предварительный план был таков – в момент, когда Гитлер будет произносить речь, взорвать одну из опорных колонн для того, чтобы потолок обрушился на присутствующих. Что для этого требовалось? Мощная взрывчатка и безотказный часовой механизм. Всю осень и зиму 1938 года Эльзер проектирует взрывное устройство, устраивается на работу в шахту и крадет взрывчатку, доводя свое творение до совершенства. После нескольких тестов Эльзер наконец становится уверен в безотказности бомбы, осталось только ее заложить. Устроиться в саму пивную не удалось, поэтому Эльзер поселился неподалеку от нее под видом художника, стараясь как можно чаще посещать заведение. Перед закрытием пивной он прятался в подсобке, ожидая наступления ночи, после чего выходил и вручную выдалбливал углубление в колонне, перед которой ежегодно устанавливали трибуну для выступления Гитлера. Обычно он заканчивал работу в три часа ночи, после чего спал в кладовой, а с утра выходил через черный ход с чемоданом, заполненным оставшимся после работ мусором. В ночь с 1 на 2 ноября Эльзер устанавливает взрывчатку в колонне. 6 ноября он проверяет двойной часовой механизм и уезжает из Мюнхена на поезде. План был бы хорош, если бы Гитлер всегда действовал по заранее намеченному плану. А это было далеко не так. Фюрер был любителем менять все в последнюю минуту, что, кстати, не раз спасало его жизнь от покушений. Вот и на сей раз Гитлер поначалу вовсе отменил свою речь в пивной, потом передумал и все-таки решил поехать. Но из-за наступившего тумана Адольф не смог бы вылететь обратно в Берлин и решил вернуться в столицу на поезде, который отходил в 9.30 вечера. Поэтому речь перенесли на 8 часов и фюрер сократил ее с двух часов до одного, что в конечном счете сорвало покушение. Закончив выступление в 21.07 Гитлер покинул пивную, а в 21.20 прогремел взрыв. Останься Гитлер в пивной еще на 13 минут. Кто знает, как бы изменился ход истории. Но история не терпит сослагательного наклонения. Сам Гитлер посчитал, что выжить ему помогло провидение и что оно хочет, чтобы фюрер достиг своей цели. Эльзеру, конечно, не удалось убить фюрера, но бомба все-таки сделала свое дело. В пивной погибло 8 человек, 63 было ранено. После вести о взрыве в пивной вся Германия буквально встала на уши. Руководство Рейха было убеждено, что покушение – дело рук британской разведки. А Эльзер незадолго до взрыва, как уже было сказано ранее, пытался уехать в Швейцарию. Если подрывник из него получился отличный, то вот с конспирацией были проблемы. Его задержали на швейцарской границе и обнаружили открытку с изображением той самой пивной. После нескольких допросов он, наконец, во всем сознался. Тем более, что после разговоров с персоналом пивной на Эльзера указала официантка, как на странного клиента, который никогда не заказывал больше одной кружки. Следователи до конца не могли поверить, что ему удалось в одиночку провернуть такую операцию. Эльзера даже заставили сделать копию взрывного устройства. Как вы понимаете, его жизнь после поимки превратилась в сущий ад. Его постоянно подвергали разного рода допросам и побоям, после чего перевели в концлагерь в качестве особого заключенного. Всего за 20 дней до захвата концлагеря Дахао союзниками Эльзера расстреляли, а его тело немедленно сожгли.